Департамент городского хозяйства правительства Севастополя уже пять месяцев в суде борется с двумя местными недобросовестными подрядчиками. По информации руководителя ведомства Евгения Горлова, общество с ограниченной ответственностью ГИФЕСТ и Монтажстрой по заявкам жителей индивидуальных домов провели коммуникации через двор по адресу проспект генерала Острякова 147-149. При этом строители разрыли проезд между этими домами и не заасфальтировали, не обезопасив участок работ. Мы выдали им ордер на проведение земляных работ с указанием сроков. Пять месяцев назад они должны были закончить данные работы. Мы уже в суде с ними на предмет понуждения их восстановить данные участки и штрафы в том числе. Потому что просто реакция не производится никакая. Мы будем опубликовывать таких нарушителей в средствах массовой информации и у себя на портале Департамента городского хозяйства, чтобы люди знали своих героев. Евгений Горлов сообщил, что организации, которые разрушили проезд, обязаны восстановить его в надлежащем состоянии согласно закону. Однако руководители организации ГИФЕСТ и Монтажстрой Сергей Бенали и Дмитрий Сильченко не спешат исправить свои ошибки. Помимо того, что подрядной организацией будут претензии, я дал поручение, чтобы они еще пошли к заказчикам данных работ, к индивидуальным жилым домам, которым во благо их же прокладывали эти сети. Они получили технические условия на прокладку сетей и наняли организацию, которая на сегодняшний момент является по сути недобросовестной, потому что не исполнила, во-первых, она не закрыла орден на проведение земляных работ. Это штрафные санкции тоже к ним предъявляются. Сейчас административный технический контроль в этом работает. Плюс мы в судебной процедуре будем взыскивать эти средства. Напомним, разрытие между домами номер 147 и 149 по проспекту генерала Острякова наш телеканал рассказывал 8 апреля. Тогда в департаменте городского хозяйства сообщили, что предприятия не предоставили документы для закрытия ордера на проведение сетей. Теперь им грозит штраф до 5000 рублей, а если не вернут проезд в первозданный вид, придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей. Евгений Горлов уточнил, что правительство Севастополя прорабатывает законодательным собранием возможность расширения полномочий исполнительной власти по штрафованию недобросовестных подрядчиков.